Приветствую всех посетителей сайта tradelikepro.ru Сегодня мы познакомимся с торговой системой, которая называется LST. Система эта сочетает в себе торговлю по методам price action с дивергенцией цены и модифицированного индикатора MACD. Стратегия эта не для новичков, так как нужно сочетать определенные знания по построению трендовых линий, по построению горизонтальных уровней поддержки сопротивления и на основе знаний по price action уже решать стоит ли брать сигналы системы или нет. Если вы будете брать каждый сигнал по этой стратегии, который выдает сигнальный советник, то вы без сомнения будете находиться в убытках, так как эта система требует фильтрации сделок и нахождения точки опоры, как я уже не раз говорил в предыдущих видео по торговле на основе price action. Для любого сигнала нам нужна точка опоры. Также и в этой системе, если нет точки опоры, мы сигнал не берем. Прежде всего, стоит отметить, что стратегия LST универсальна, то есть вы можете использовать любой таймфрейм, вы можете использовать любую валютную пару. Наша система состоит из индикатора и сигнального советника. Начнем с установки всего этого на график. Прежде всего, правой кнопкой мыши на любом графике, на любом таймфрейме и валютной паре. Нажимаем, выбираем шаблон LST System. У нас загрузится вот такая вот картинка. В шаблон включен только индикатор, который определяет дивергенции. И нам еще нужно добавить сигнальный советник на этот же график. В панели навигатора нажимаем плюсик напротив раздела советники. Находим наш сигнальный советник LST System и перетаскиваем его на график. Нажимаем ОК. И как только появится сигнал, он нам об этом даст знать. Звуковым сигналом и специальной табличкой. Можно менять таймфреймы. Показания индикаторов будут меняться. Для любителей разоблачений, наш индикатор, который поставляется системой и называется Divergence Recognition, есть не что иное, как совершенно бесплатный модифицированный MACD, который называется KH MACDD. Если мы поставим его на график, то увидим, что и отображение, и сигналы абсолютно идентичны тому платному индикатору, который поставляется в системе. Все абсолютно одинаково, как вы видите. Но это уже детали. Нас прежде всего интересует сама стратегия и как с помощью нее получать прибыль. Когда же система выдает сигнал? На основании чего? Прежде всего, это нахождение дивергенции цены и MACD. Дивергенция, если вкратце, это разность между ценой и индикатором. Допустим, индикатор достигает новых минимумов, а график цены не достигает его. И таким образом мы получаем разницу в показаниях цены и индикатора, разницу в показаниях цены и осциллятора. И на основе этого уже делаем выводы о возможном развороте, либо продолжении цены. Все зависит от вида дивергенции. Очень подробно дивергенцию, различные ее виды мы разбирали в обзоре стратегии Forex Master Method. Вы можете найти ее по ссылке, которую вы видите сейчас на своем экране. Там в первой части видео очень доходчиво все разъяснено. Мы выяснили, что первым делом для получения сигнала система смотрит на то, есть ли дивергенция. Окей, нашла она дивергенцию, далее она смотрит, чтобы цена достигала экстремальных зон, то есть находилась в некоторой перепроданности, либо перекупленности относительно предыдущего движения, то есть старается покупать на перепроданности и продавать на перекупленности. Это второй элемент, который ищет система для формирования сигнала. У нас это никак не отображается, никакие зоны перекупленности и перепроданности нам глазами искать не надо, все это учитывает наш сигнальный советник. И третий элемент, который нужен нашей стратегии для формирования сигнала на вход в рынок, это один из трех графических паттернов, а именно молот, перевернутый молот, что я считаю за одну модель, модель поглощения, и марубозу. Молотом называют свечу, у которой небольшое тело и длинная нижняя тень, длинный нижний хвост, на который она как бы опирается и отталкивается, ну, вверх. Тело свечи должно быть как минимум вдвое меньше вот этого нашего самого нижнего хвостика, и таким образом у нас получается как бы пружинка вот такая. Перевернутый молот представляет собой то же самое, что и обычный молот, но кверх ногами. Модель поглощения, еще один из графических сетапов, которые ищет советник нашей системы, представляет собой вот нечто подобное, что вы увидите сейчас на своем экране. То есть тело предыдущей свечи находится полностью внутри новой свечи. По модели поглощения я записывал отдельное видео, где очень подробно разъяснены все нюансы использования этого графического паттерна в торговле, и вы можете посмотреть это видео по ссылке, которую сейчас видите на своем экране. И третья графическая модель, которая используется в нашей торговой системе LST, это Maru Bozu, или же заход за пояс, как ее иначе называют. Это есть не что иное, как паттерн, состоящий из одной свечи, у которой низшая точка low совпадает с ценой открытия. Это обозначает, как правило, победу быков и сигнал потенциальному окончанию медвежьего тренда. Вот как это выглядит бычье Maru Bozu. И есть еще его противоположность. Медвежье Maru Bozu. Это свеча, у которой точка high, наивысшая точка, совпадает с ценой открытия. Это свеча обозначает, что у бычьего тренда, возможно, образовалась вершина, медведи сильны, и потенциальный сигнал, соответственно, к развороту рынка вниз. Итак, после того, как все три элемента, дивергенция, графика цены и MACD, одна из трех графических моделей, о которых мы только что говорили, и уровень перекупленности, либо перепроданности совпали, после этого советник нам выдаст сигнал на открытие сделки, покупки, либо продажи. Но это еще не все. Как я уже говорил, если брать каждый сигнал по этой системе, она будет убыточной. Нам необходимо проверить, есть ли у нашего сигнала точка опоры. То есть, опирается ли сигнал на какой-либо горизонтальный уровень поддержки сопротивления. Также можно использовать для нахождения точки опоры уровни Фибоначчи, трендовые линии. Но самое главное, на что стоит обращать внимание, это прежде всего горизонтальные уровни. О том, как находить и строить на графике горизонтальные уровни поддержки сопротивления, мы говорили уже в отдельном видео, я советую и вам его обязательно посмотреть. Вы можете найти это видео по ссылке, которую сейчас видите на своем экране. Именно поэтому я и говорю, что эта система LST не для новичков, так как необходимо знание и методологии торговли по price action, чтобы успешно применять эту стратегию. Предыдущие входы на графике советник не отображает, но в нем есть встроенный симулятор торговли. То есть, мы можем проверить его в тесте стратегии, открывать сделки, выставлять стоп-лоссы, тег-профиты. Все как в обычной торговле, но мы получаем возможность протестировать систему на истории и набраться опыта в ее использовании, в определении качественных сигналов, не тратя долгие дни на ее тестирование в реальном времени. Для того, чтобы все правильно работало в тесте стратегии, нам, как и при тестировании советников, необходимо загрузить историю. Для той пары, для того таймфрейма, на котором мы собираемся торговать. Для этого выбираем сервис, архив котировок, ну, допустим, у нас фунт-доллар, выбираем загрузить. И как только вот вся эта зеленая полоса заполнится, наши данные по этой торговой паре, ее история, будут загружены. А после этого переходим в тесте стратегии, в графе советник выбираем наш сигнальный советник LST System, выбираем валютную пару, нужный таймфрейм. Далее, если выбрать все тики, то тестирование будет очень медленное. Поэтому рекомендуется выбирать контрольные точки. Хоть и написано, что результаты такого тестирования нельзя принимать во внимание, это для советников, для тестирования полностью автоматических торговых систем. Для тестирования нашей же ручной стратегии этот метод вполне подойдет. Так как она дает и хорошие результаты, мы все равно в любом случае входим на точках открытия и закрытия свечей. И в то же время довольно-таки быстро рисуются свечки, что позволяет нам не сидеть долгие минуты в ожидании, когда же там появится сигнал. Итак, выбираем контрольные точки, выставляем дату, от какого числа и до какого числа мы хотим протестировать систему. Далее необходимо отметить галочкой пункт визуализация и выбрать скорость, с которой будет рисоваться наш график, как бы он выглядел на истории. Для поиска сигналов первоначально ставим максимальную скорость, советник автоматически остановит график при возникновении сигнала. А когда будем входить в делки, будем стыкать и скорость уменьшать. Итак, после того, как отметили все нужные галочки, даты, выбрали инструмент контрольные точки, таймфрейм, отметили визуализацию, нажимаем старт. У нас появится график, это визуализация того, что было, визуализация истории. Мы его можем останавливать и вновь запускать вот этой вот кнопочкой, которая находится рядом с пунктом визуализации. И вот видите, мы управляем графиком, в любой момент можем его поставить на паузу. При появлении сигнала автоматически нам выдаст вот такой вот сигнал наш советник. Вот сейчас выдал он нам сигнал на возможную продажу. Нажимаем ОК. Для того, чтобы увидеть полную картину, нам необходимо добавить на наш график индикатор дивергенции, который идет в комплект с системой. Выбираем вставку индикатора пользовательский, Divergence Recognition. Видим, что, хотя советник и подал нам сигнал, но дивергенции нет. То есть он нашел графический паттерн, просигнализировал нам об этом, и к тому же этот графический паттерн находится в зоне перепроданности. И вот нам советник выдал возможный сигнал на продажу. Но так как дивергенции нет, мы его игнорируем. Нажимаем вновь на кнопочку Play, и у нас появился еще один сигнал. Перевернутый молот. И тоже возможный сигнал на продажу. То есть, опять же, цена находится в зоне перекупленности. Нам советник об этом сигнализирует. К тому же есть графический паттерн, и есть дивергенция. Смотрим наш индикатор, и видим то, что дивергенция имеется в наличии. Теперь нам необходимо выяснить, есть ли у этого сигнала точка опоры. Если ее нет, то мы такой сигнал, естественно, брать не будем. Для этого удаляем график, уменьшаем его, и смотрим, есть ли у нас поблизости уровни поддержки сопротивления. Ясно выделяется один уровень, но он находится довольно-таки значительно выше, чем наш сигнал. И цена наверняка пройдет еще вверх какое-то расстояние, прежде чем вновь развернется. То есть, у нас точки опоры хорошей у сигнала нет, и поэтому мы его брать не будем. Вновь нажимаем на кнопочку Play. И вот, как мы видим, действительно цена ушла еще вверх. Вновь нажимаем запуск графика. Ждем, ждем, ждем. И вот у нас появился сигнал. Сигнал модель поглощения. Есть в наличии дивергенция неподалеку. И цена находится в зоне перекупленности, иначе бы советник нам не выдал сигнал. Теперь нам нужно выяснить, есть ли у этого сигнала точка опоры. Опять удаляем график как можно дальше. И смотрим. Да, действительно, есть неподалеку уровень поддержки сопротивления. Гоизонтальный уровень, проставляем его. И тут же еще один уровень чуть выше. Проставим его тоже. И вот, как мы видим, цена как раз находится вблизи этих уровней. И если она пойдет чуть ниже, то мы получим хорошую точку опоры для сигнала. Стоп-лоссы по этой системе выставляются чуть выше ближайшего локального максимума, если это вход в продажи, и чуть ниже ближайшего локального минимума, если это вход в покупки. Либо на уровне ближайшего уровня поддержки сопротивления, если таковой имеется в наличии. В качестве цех профита мы используем вот эти вот красные точки, которые вы видите. Это индикатор встроенных советников, который называется Price Tunnel, то есть туннель цены. Он нам показывает цели. Соответственно, для цех профита по умолчанию мы смотрим на более дальний ряд точек, более крупных точек. Но если более ближний к цене ряд точек, более мелких, красных, является хорошей точкой взятия цех профита, то есть расположен довольно далеко от текущей цены, то мы используем его в качестве цели. Но в любом случае мы не будем входить в сделку, если стоп-лосс, который нам нужно выставить по правилам системы, меньше, чем цех профит, менее, чем в два раза. То есть, если цех профит больше, чем стоп-лосс, в два раза, или в три, или еще больше, мы входим в сделку. А если нет, если цех профит чуть больше нашего стоп-лосса, скажем, в полтора раза, но не в два, то мы такую сделку игнорируем. Давайте посмотрим, как у нас в данном случае. У нас возможная точка входа, открытие новой свечи. А стоп-лосс нам нужно выставить чуть выше ближайшего локального максимума. То есть, приблизительно наш стоп-лосс на пару пунктов выше ближайшего локального максимума. То есть, приблизительно наш стоп-лосс где-то от 38-39 пунктов. А теперь давайте померяем расстояние до нашего цех профита по умолчанию, до дальнего уровня красных точек. И мы видим, что цех профит по умолчанию 60 пунктов. А стоп-лосс, напоминаю, 38 пунктов. Естественно, тут мы не видим того, чтобы цех профит был в два раза больше, чем стоп-лосс. И поэтому такую сделку мы брать не будем. Почему? Я думаю, многие не раз слышали такое выражение, что позволяйте своим прибылям расти и немедленно обрубайте убытки. И в данном случае мы будем входить в сделки, только если потенциальный цех профит в два раза больше, чем стоп-лосс. А лучше в три раза или даже в четыре. Таким образом, даже если у нас будет убыточных сделок больше, чем прибыльных, мы все равно будем оставаться в профите. Итак, если соотношение риск-прибыль в сделке меньше, чем один к двум, мы в нее не входим. Вновь запускаем наш симулятор. И у нас появился еще один сигнал. Перевернутый молот. Теперь нам необходимо определить, есть ли у нашего сигнала точка опоры. Смотрим на уровни поддержки сопротивления. Как обычно, удаляем, уменьшаем наш график. И видим, что ближайший уровень находится ниже нашего сигнала. А вот следующий уровень находится выше нашего сигнала. И вот у нас получается, что наш сигнал выше, чем один уровень и ниже, чем другой. Находится между уровнями. Цена вполне может себе пойти вверх, выбить наши стопы. И, соответственно, подтверждения сигнала у нас нет. Точки опоры у сигнала нет. Мы его не берем. Вновь запускаем наш симулятор. И появился еще один сигнал. Модель поглощения. На продажу. Есть, опять же, у нас дивергенция. Но уровень находится далековато. Следующий сигнал у нас на покупку. Молот. Расположен как раз на уровне, который мы отмечали уже ранее. Есть дивергенция. И осталось нам померить расстояние стоп-лосса и расстояние цейк-профита. Чтобы цейк-профит был как минимум в два раза больше, чем стоп-лосс. Итак, вот наши возможные точки входа. Стоп-лосс, соответственно, чуть ниже локального нашего минимума. И у нас стоп-лосс где-то 24 пункта. 24-23. Меряем расстояние датейк-профита до жирных дальних красных точек. И видим, что это расстояние у нас примерно 55 пунктов. То есть чуть-чуть больше, чем в два раза. Мы вполне можем взять такой сигнал и закупиться. Мы можем открывать сделки прямо в симуляторе. Для этого нам нужно будет показать советнику, где мы будем ставить стоп-лосс и цейк-профит. Делается это с помощью горизонтальных линий. Давайте уберем наши уровни, чтобы они не мешались. Выставим горизонтальную линию красную. Назовем ее SL. Стоп-лосс. Она будет обозначать, где у нас будет стоп-лосс у сделки. Ее можно два раза щелкнуть мышкой и перетянуть выше-ниже, если вы сразу ее не совсем правильно поставили. Ставим ее чуть ниже нашего локального минимума. И теперь нам нужно показать советнику, где у нас будет стоять тейк-профит. Опять выбираем горизонтальную линию. Ставим ее на уровне наших жирных красных точек. Щелкаем по ней два раза мышкой. Переименовываем ее TP. То есть цейк-профит. И давайте выставим у нее цвет какой-нибудь другой, чтобы она отличалась от нашей линии стоп-лосса. Давайте пусть она у нас будет голубенькой. Далее, вы видите, у нас есть список сочетаний клавиш, с помощью которых можно открывать покупки. Shift-B. Продажи. Shift-S. И закрывать сделки. Shift-C. Сочетанием клавиш. Для того, чтобы открыть или закрыть сделку, нам нужно вновь запустить симулятор. Давайте уменьшим его скорость, чтобы она не ускакала, прежде чем мы откроем сделку. Для покупки нам нужно вновь запустить симулятор и нажать Shift-B. Нажимаем пуск, Shift-B. Вот у нас открылась покупка. Теперь можно вновь поставить симулятор на паузу. Посмотреть, какие у нас есть открытые сделки в графе результаты. Вот у нас сделка. Выставились у нее Stop Loss и Take Profit в соответствии с теми значениями, где мы выставили наши линии, которые мы и называли Stop Loss и Take Profit. Можно вновь увеличить скорость, чтобы побыстрее увидеть, чем же все закончится. И вновь нажимаем на кнопочку Play. Как вы видите, сделка успешно закрылась по Take Profit. И мы ждем теперь появления нового сигнала. Для того, чтобы считать сигнал по системе полноценным, нам что нужно. Во-первых, появление дивергенции. Во-вторых, появление одной из графических моделей. Нам это автоматически укажет советник. Также должен быть сигнал от советника. Он еще смотрит на то, чтобы цена находилась в экстимальных зонах. И после того, как нам выдал сигнал советник, и есть дивергенция, нам необходимо проверить, есть ли у этой возможной точки входа, у этого сигнала, есть ли у него точка опоры. То есть, нам нужно, чтобы он располагался на одном из горизонтальных уровней. Либо хотя бы на уровне Fibonacci, либо на уровне трендовой линии. То есть, чтобы у него была точка опоры. Но лучше всего, конечно же, использовать горизонтальные уровни. Далее мы смотрим, чтобы стоп-лосс у нашей сделки был в 2, а лучше в 3 или в 4 раза меньше, чем наш цейк профит. Если условие стоп-лосс меньше, цейк профита как минимум в 2 раза не выполняется. То есть, соотношение риск-прибыль в нашей сделке хуже, чем 1 к 2, то мы такой сигнал, опять же, не берем. То есть, мы всегда нацелены на то, чтобы цейк профит сделки был как минимум в 2 раза больше, чем стоп-лосс. В противном случае, мы просто не входим в рынок. Думаю, примеры входов по системе понятны. Теперь давайте разберем некоторые дополнения. Во-первых, в настройках советника правой кнопки мыши на графике, советники, свойства, можно выставить агрессивность торговли. То есть, мы можем здесь поставить значение от 1 до 3. И, соответственно, 1 это наиболее консервативный режим торговли. Сигналов меньше, но они более качественные. 2 это нормальный режим появления сигналов со средней степенью риска. И если поставить здесь 3, то мы включим наиболее агрессивный режим. Когда сигналов будет больше, они будут появляться чаще, но, соответственно, они менее надежные. Как вы видели в режиме симулятора, советник позволяет открывать сделки с помощью сочетания клавиш и выставлять цейк профита стоп-лосс с помощью линий. В режиме реальной торговли, на реальном графике, в реальном времени, у нас такой возможности нет. Но с системы идет скрипт, который несколько позволяет нам упростить открытие сделок. Нажимая в панели навигатора напротив раздела скрипты плюсик, находим скрипт LST Execute и перетаскиваем его на график. У нас появляется окно параметров. Здесь в параметре Buy or Sell нам нужно прописать, что мы хотим сделать, купить или продать. А если купить, то Buy, а если продать, то Sell. Выставить уровень стоп-лосса, Take Profit. Мы будем входить с фиксированным лотом. Если мы поставим сюда, допустим, 0,1, то откроется сделка на 0,1 лота. А если же в параметре фиксированные лоты стоят нули, то будет использоваться параметр Risk Percent. То есть, каким процентом от депозита мы будем рисковать в сделке. Вот по умолчанию стоит 1%. Можно поставить 2, 3 и так далее, как хотите. Но вообще по этой системе не рекомендуется рисковать в одной сделке более чем 2% от депозита. Ну, давайте поставим там 2. Нажимаем ОК. И у нас появляется окно, где нам предлагают согласиться, либо отказаться от открытия этой сделки. У нас есть цена входа, стоп-лосс, тейк-профит, стоп-лосс, сколько пунктов, тейк-профит, сколько пунктов. С каким лотом откроется наша сделка. На основании того, что мы указали в параметрах скрипта, я указал, напоминаю, 2% риск от депозита. И вот, соответственно, скрипт нам предлагает открыть сделку с лотом 0,39. И что самое интересное, сразу высчитывается соотношение риск к прибыли. Risk to reward ratio is... И мы видим, что нам выдают скрипт значение отношения риска к прибыли 1 к 2,7. Таким образом, у нас стоп-лосс сделки в 2,7 раза меньше, чем цик-профит. Это нас устраивает, и мы вполне можем согласиться с открытием такой сделки. Если бы здесь было написано риск к прибыли, допустим, в соотношении 1 к 1,5, или 1 к 1, то мы бы такую сделку по правилам системы не открыли, и, соответственно, отказались бы от ее исполнения. То есть вот этот самый скрипт позволяет не только упростить открытие сделки, но и сразу показывает соотношение риска к прибыли, что весьма и полезно. Нажимаем «Да», и у нас сделка открылась. Мы можем в терминале увидеть продажи, фунт-доллар, ну и там какая-то прибыль, убыток. Это не столь важно. Я показывал именно использование скрипта. Сигналов по системе на данный момент не было. Еще стоит отметить, что если вы вошли в сделку, и наблюдается боковое движение на рынке в течение 10 свечей или более, то из такой сделки лучше выйти от греха подальше и ждать следующего сигнала. Что имеется в виду под боковым движением? Ну, допустим, вот купили вы где-то вот здесь, где я установил горизонтальную линию. Я не знаю, был тут сигнал системы или нет. Ну, допустим, был. Вы купили. И далее видите, что рынок никуда особо не идет. Свечи то вверх, то вниз. Наблюдается боковое движение. Измеряем количество свечей, начиная от сигнальной. И видим, что вот уже даже 11 свечей. Боковое движение. А мы тут вот где-то купили. И где-то на 10-11 свечке, когда мы уже точно убедились в том, что это боковик, боковое движение, ничего не происходит, лучше закрыть сделку и ждать следующего сигнала. Таким образом, очень часто можно избежать срабатывания стоп-лосса и остаться с какой-то копеечной прибылью, либо копеечным убытком, где-то не столь важно. Мы просто видим, что рынок не воспринял импульс для движения в нашу сторону. Наблюдается боковик. Трейдеры сами не знают, чего они хотят, покупок или продаж. И мы, соответственно, не рискуем и выходим из сделки. В заключение хочу сказать, что симулятор в комплекте с системой идет не просто так. Он предназначен для того, чтобы вы тренировались в тесте стратегии, тренировались в интерпретации сигналов этой системы, учились находить лучшие сигналы, отбирать их, находить для них точки опоры и нарабатывать опыт, отторгуя на истории. И уже после этого применять систему в режиме реального времени. Спасибо за внимание. Видео записано для сайта